Как начать инвестировать? Как начать инвестировать новичку? Именно эти запросы чаще всего встречаются в интернете. Это понятно. Все прожужжали уши про то, что можно купить акции и облигации, биткоин, будь он не ладен, да? А как это сделать? Как все эти разговоры посадить на солидную ногу? Вот это вопрос. И это видео вам даст четкую пошаговую инструкцию, ну и, соответственно, ответит на этот вопрос. Чтобы начать инвестировать любому человеку на планете Земля, нет другого человека, нет другой возможности, нам нужно выбрать брокера. Брокер должен быть легальным и технологичным. Что такое легальный брокер? Брокерская деятельность жестко регламентируется и контролируется, и лицензируется. Зайдя на сайт к любому брокеру, любой новичок, который хочет узнать, как начать инвестировать, увидит там информацию в виде номера лицензии и под юрисдикцией какой страны работает брокер. Я буду адвокатом, конечно, американского брокера и в данном случае Interactive Brokers, потому что это единственная крупная, очень крупная американская брокерская компания, предоставляющая сервис для жителей постсоветского пространства. Interactive Brokers работает под контролем американской комиссии за обращением ценных бумаг. Это первая комиссия, которая появилась в мире. Это новатор и это очень жесткий контролер. Технологичность. Нам нужен набор услуг с доступами на все необходимые нам биржи. Нам нужна от брокера надежность. Об этом мы поговорим ниже. И нам нужна стоимость. Приятная и понятная стоимость. Поехали. Набор услуг, поверьте мне на слово, американский крупный брокер удовлетворит все инвестиционные идеи для того, кто хочет ответить на вопрос, как начать инвестировать новичку. Давайте перейдем к надежности. Надежность у американского брокера состоит из нескольких частей. Первое. Как я и сказал, его деятельность регламентируется лучшим в мире контролером Security Exchange Commission. Второе. Все ваши средства, находящиеся на счетах брокерской компании, застрахованы от банкротства этой брокерской компании Security Investor Protection Corporation. Ваши банковские вклады, потому что ваш счет, ваш личный счет будет на субсчету у брокера в крупном американском банке, застрахованы Federal Deposit Insurance Corporation. И четвертое. Это имидж. Банковская и брокерская система Соединенных Штатов Америки насчитывают столетия назад и, я уверен, будет насчитывать еще 100 лет вперед. Имидж для этих компаний – это не пустое место. Навряд ли в рамках этого видео удастся расписать весь прайс-лист брокерской компании. Но остановимся на двух цифрах. Первое. Комиссия за покупку любого количества активов, акций, облигаций, неважно, будет равна 1 доллару США. То есть вы купили на 5000 долларов акции, заплатили 1 доллар. И то этот доллар будет вычтен из ежемесячной стоимости обслуживания вашего счета, которая равна 10 долларов. Если сумма, меня часто спрашивают, всех активов, акций, облигаций, кэш, не знаю, золота, все, что у вас есть на счету, равна 2000 долларов и больше. И маленький бонус, который очень хочется здесь проговорить. Если на вашем счету меньше 2000 долларов, то американская брокерская компания с вас возьмет в месяц 20 долларов, 20 долларов в месяц за обслуживание. И разумный критик скажет, 2000 долларов и 20 долларов за обслуживание, немного ли? Я скажу немного и отвечу на вопрос, почему. Если вы платите 10 долларов за стандартную комиссию и 20 долларов, если у вас меньше 2000, это разница в месяц 10 долларов. Правильно? И только в этом месте, только у этой брокерской компании за 10 долларов в месяц вы сможете, я люблю очень это слово, попробовать. Вы сможете попробовать начать инвестировать, узнать, как это работает, сформировать доверие, сформировать знания и двинуться спокойно, вперед, накопив больше денег. Разве это не стоит 10 долларов в месяц? Я думаю, стоит. Шагом номер 2 и шагом номер 3 все очень просто. 2. Мы открываем счет, заполняя заявку на сайте, предоставляя документы и контактируя с русскоговорящей службой поддержки. И шаг номер 3 это свифт, перевод ваших денег с вашего счета в вашем локальном банке на счет, на ваш счет в американском банке. Если все предыдущие 3 шага, они больше описывали технику, то 4 шаг попробует объяснить суть происходящего. На базе каких принципов мы будем делать наши инвестиции? На базе каких принципов, от каких принципов мы будем отталкиваться? И первое это диверсификация. Диверсификация у нас будет двойная. Первое, мы будем покупать разные активы, которые в разное время жизни рынка будут вести себя пора. По-разному. Акции упали, облигации выросли. И наоборот. И второе, мы будем покупать диверсифицированные активы внутри. Когда мы купим ETF фонд, к примеру, акций, то в этом ETF фонде будут акции 500 компаний. А если мы купим ETF облигаций, то там могут быть облигаций 1200 компаний. Второй критерий. У нас будут прозрачные, понятные, умные инвестиции. Почему? Потому что мы опять-таки будем инвестировать через ETF фонды. ETF фонды равен индексу. А индекс это живой организм. Если какая-то компания стала вести себя экономически лучше, она начинает в индексе занимать автоматически большее место. И занимать место тех, кто ведут себя экономически плохо. А соответственно, мы инвестировали в ETF, который ориентирован на индекс. Это значит, в нашем ETF хороших акций, которые экономически себя ведут лучше, стало больше. Поэтому мы называем это прозрачной, понятной и умными инвестициями. И третье. Это дешевые инвестиции. Средняя комиссия за владение нашими инвестициями в год будет 0,5%. Это даже сказал бы максимально. Да? Такая дешевая стоимость владения прозрачными, понятными и диверсифицированными инвестициями даст нам возможность всю накопленную прибыль, а кстати, 90% этих активов платят еще и проценты и дивиденды, оставить у себя. И минимум заплатить тем финансовым структурам, которые эти продукты придумали. А почему? Потому что эти продукты автоматические, умные и прозрачные. Поэтому комиссия такая небольшая. Ну и последний бонус, да, для тех, кто решился двинуться. Все наши инвестиции, которые мы сделали, они абсолютно ликвидны. Они ликвидны настолько, что американский банк, которым мы открыли счет, и американский брокер, нас будут финансировать под наши активы. Под американские проценты. И да, все активы, которые мы владеем, их можно продать и купить за секунды. И меня часто спрашивают, а сколько стоит, вот мы продали за секунды, а сколько стоит вывести? И вот тут очень интересный вопрос. Вывести свои средства вы можете по стоимости 0 долларов. Для того, чтобы вывести со своего счета в американском банке, на свой счет в вашем локальном банке, где бы вы ни жили, это не стоит ничего.